Окей, у вас есть какие-нибудь вопросы по тем ячейкам, которые мы прошли? Окей, тогда давайте продолжим. Окей, next one is mass balance instruments. Следующее устройство – это устройство, работающее на балансе. Окей, first one is beam balance, equal arm balance. Первое – это на балансе рычагов. Окей, and there are several, so, they are looking like something like that. You can, you could see them in some old style shops. Yeah, in some kind of, or in Soviet films. In the shops from Soviet films. Yeah, so you have the device, you have two plates where you are putting some objects, and on the other side you are putting the control weights. То есть у вас это такие устройства похожие, вот вы их могли видеть, например, в каких-нибудь старомодных магазинах или в фильмах советских про магазины. Там такое устройство, где шкала, scale, и две тарелки, да, ну, два места, two plates. На одно вы кладете объект, который хотите взвесить, а на другое контрревесало кладете, такие гидкие. Видели такие? Помните? Классический знак весов тоже. Окей, so, this is exactly how it looks like. То есть, в общем-то, это то, как они выглядят. So, you have the weight you should measure, yeah? You are having the control weights. То есть у вас здесь вот вес, который надо измерить, а здесь контрревеса. And you are measuring the weights, or you are putting it on the zero state to measure, then you are calculating the control weights. То есть у вас два варианта. Либо вы по шкале определяете, какой вес, либо здесь делаете, грубо говоря, ноль, да, а здесь считаете, сколько этих гирек, да, сколько, какой вес там стоит. Такой тип инструментов очень точный, yeah, up to 0.002 percentages. То есть его можно настроить до точности 0.002 процента. Невероятная точность. То есть, чтобы таким инструментом воспользоваться, вам нужно довольно существенное время на каждый объект. То есть вам будет сложно измерить много-много объектов, это практически нереально, потому что много времени и усилий надо, чтобы измерять таким устройством. That's why such instruments usually are used for calibration. Поэтому такие устройства чаще всего используются для калибровки. Because they are very accurate, but they are not very, they need time to measure. Но они требуют существенного времени для измерения. То есть они точные, но требуют много времени. Also, the disadvantage of such thing is the ruggedness. Еще недостаток таких устройств в том, что они ненадежные. Lack of ruggedness – это недостаток надежности. They can break down very fast, and so you should replace them. То есть они довольно быстро ломаются, выходят из строя, и поэтому их приходится менять. So, they are very good for calibration. Поэтому они очень хороши именно для калибровки. Okay, next one is weight beam. Следующее – это весовая перекладина, группа говоря. Such devices you could remember from the medical clinics, Soviet medical clinics, to measure the weights of children in some films or even maybe in some old-style clinics. Такие веса, да, такие… Вы могли встретить такие измерительные приборы, вы могли встретить в каких-то старых советских клиниках либо вот тоже в советских фильмах. Usually they are used to measure the weights of the children or some older people. То есть ими обычно измеряли вес детей или более взрослых людей. I think that maybe you should have seen such weighting devices too. Возможно, вы такие устройства тоже видели. Видели? Дима? Я не видел. So, the boy or the girl was put on the waiting plate. То есть ребенка, мальчика, девочку вставили на вот эту вот пластину измеряющую. Just in front of them were such devices. Прямо перед ними было вот такое устройство. And they were putting the masses on the standard masses on the exact part of the bar to control it. And just by looking where these masses are put, they were calculating the weight of this child. То есть на вот эту вот пластину ставился ребенок, перед ним вот такое устройство. И вот эти контрвеса стандартные, их ставили на рычаг в определенном месте. И в зависимости от того, куда эти контрвеса на какую точку на этой перекладине ставятся, для того чтобы сбалансировать вес ребенка, и рассчитывался вес ребенка. Понятно? So, it works on the length of the bar. То есть он работает на длине вот этой перекладины. So, they are just balancing the mass by the standard mass and the length where this standard mass is put. То есть вы вот этот вес, который взвешиваете, да, этот объект, вы его балансируете с помощью стандартной массы и длины рычага, куда ставится эта стандартная масса. Окей? Understandable? Понятно? Дима, вам. Окей. Then there is pendulum scale. It works on the tension of the tape. Следующее – это… Как это? Как это? Маятник. Да, маятниковый измерительный прибор. Маятниковый веса. Маятниковые весы. Маятниковые весы. Маятниковые весы. So, you are having the force here. То есть у вас здесь вот сила приложена, weight is put in here. То есть вес объект сюда поставлен. And it is tensing these tapes. И вот этот вес натягивает вот эти верёвочки. And by tensing them, it is putting this part up. То есть из-за вот этого натяжения он поднимает вот эту часть вверх. And by putting it up, it is rotating the scale. И, соответственно, из-за того, что он поднимается, он вращает вот эту стрелку на шкале. And pointing on the exact weight you are measuring. И показывает на этой шкале конкретный вес, который вы измеряете. The accuracy is not very high, but 0.1% is good enough. То есть точность, конечно, не такая высокая, как может быть у других устройств, но 0.1% – это довольно неплохая точность. And the range is from 1 килограмм to 500 тонн. Ну, то есть пределы измерения от 1 килограмма до 500 тонн – also good enough. Тоже довольно много. If you need to measure more than 500 тонн, you can connect several such devices to measure, to divide the weight. Ну, если вам нужно больше, чем 500 тонн измерить вдруг, то вы можете использовать несколько таких устройств, разделив вес между этими устройствами. And next one, let's discuss on another hour. А следующий давайте обсудим на следующем часе. So, we have electromagnetic balance right here, and spring balance. То есть у нас остался балансирование веса, которые работают на электромагнитном балансе, и у нас есть веса, которые работают на балансе пружинном. Окей? Ну, давайте мы их обсудим в следующем часе. Хорошо? Потому что мы успели пройти, какие-то вопросы есть? У меня нет. Подумайте, может быть, к следующему часу у вас вопросы появятся. Потому что на самом деле, если вопросов нету, значит, здесь кто-то из нас недорабатывает. Либо вы, либо я. Так, хорошо. Давайте тогда встретимся в 3.30. До встречи тогда. Продолжение следует... Продолжение следует...